Ну, мы начинаем наш следующий доклад с маленьким опозданием. Я хочу вам представить нашего докладчика. Это Алексей Сидов из компании Астролакс. Он нам расскажет очень интересный доклад о том, как делать спецэффекты с использованием частиц. Вот. Давайте его все поприветствуем. Добрый день. В своем небольшом выступлении я поговорю о такой интересной области компьютерной графики, как спецэффекты. Спецэффекты обычно базируются на частицах, а поведение частиц подчиняется определенным законам. Вот об этих законах я и скажу сегодня пару слов. Для наглядности и примеров будет использована технология Magic Particles, разработанная в студии Астролакс. Но так как генеральный директор отдела разработки, отдел маркетинга и бухгалтерии студии Астролакс в настоящий момент находится перед вами в полном составе, то, наверное, все-таки я буду говорить от первого лица, то есть говорить я, а не мы, потому что мы как-то здесь немножко неуместны. Итак, что же такое Magic Particles? Magic Particles состоит из двух частей. Во-первых, это редактор спецэффектов, где пользователь создает этот самый спецэффект, настраивает его, редактирует, доводит до ума. Во-вторых, это API. API позволяет воспроизводить эти спецэффекты из собственных программ, в частности, из игр. В настоящий момент официально API существует в версиях под Windows, Mac OS, iOS, Android и еще отдельная сборка под Marmelade SDK. Однако, API базируется на идеологии переносимости. Практически API не зависит от конкретной операционной системы и тем более от графического движка, который использует пользователь. Это означает, что API само по себе ничего не рисует. Оно лишь позволяет пользователю получить всю информацию, чтобы самостоятельно нарисовать спецэффект. И отсюда практически следует то, что API не зависит от конкретной операционной системы, и поэтому она может быть собрана практически под любой ОС. Но желательно, конечно, то есть необходимо, чтобы там был компилятор C++. Есть такая игра, достаточно известная, с сокровищем НТСумы 3. И вот для нее была необходимость сделать сборку под PS Vita. И этот вопрос, в общем-то, был достаточно легко решен, потому что вот именно такой подход позволяет очень быстро собрать версию под любую платформу. Так как API самостоятельно ничего не рисует, возникает вопрос, каким образом эту API стыковать с вашей игрой. Есть два способа. Во-первых, вы можете честно прочитать документацию, разобраться в деталях, все понять и сделать это самостоятельно. Во-вторых, вы можете воспользоваться моей подсказкой. Я поставляю вместе с программой отдельную оболочку, называется наврапер, обертка. И она как бы осуществляет эту интеграцию. Она написана так, что ядро там менять не нужно, но нужно менять функции специфические для работы с графикой. То есть вы должны переписать вывод, но вывод там сделан через виртуальные функции, это достаточно просто сделать. Вот эти примеры внизу, которые вы видите сейчас, но это вместе с фрайпером, просто у меня идет такой набор спецэффектов, матрица. Вот так это выглядит. Сам Magic Particles, я сделал просто скриншот интерфейса, правда свернутое окошко, но чтобы вы примерно представили, как это выглядит. Сама программа существует в двух локализациях, русский вариант, мой родной язык русский, и есть английская версия. Вся документация также существует на двух языках, документации там достаточно много, но я точно могу сказать, что больше 100 страниц, ну я думаю 130 где-то. И я все-таки пишу эту документацию до сих пор руками, то есть это не Доксиген генерирует файлы автоматически, все-таки я стараюсь, чтобы это было понятно, и не было так, чтобы все классы и функции были свалены в одну кучу, и там надо это все искать. Когда мы хотим редактировать спецэффекты, нам необходима обязательно возможность, чтобы можно было изменять параметры во времени. Таким образом мы приходим сразу к графикам. График у меня в программе может существовать в трех состояниях. Нормальное состояние, вот оно у вас на картинке внизу, примерно так и выглядит. Вы график также можете свернуть, если он вам не нравится и раздражает вас чем-то, вот он становится маленьким, и можно развернуть на всю доступную область для удобства редактирования. На график можно ставить любое количество точек, какое вам хочется, и также обратите внимание, вот на этой картинке внизу, на графике, тут на самом деле две линии, зеленая и синяя. Я надеюсь, там это видно. Мне это видно хорошо. И для чего это нужно? Практически это получается два графика в одном. Что это такое? Очень часто вам параметр нельзя указывать точно, вам нужно его указать в определенном интервале. Например, вы хотите, чтобы у вас частицы появлялись и маленькие, и большие. Вот эти две линии, зеленая и синяя, это интервал, между которыми вырабатывает случайное число. И вот это позволяет этот вопрос решить. Вы можете любую линию отключить, тогда у вас будут константы, конечно же. То есть случайные числа отключатся. На графиках можно работать с кривыми безе, но, собственно, я не буду ничего пояснять. Вот здесь поясню. У меня достаточно много возможностей по управлению частицами. Например, вы можете заставить частицу двигаться по окружности, вот так вот. То есть там есть угловая скорость. Или можете частицу заставить двигаться змейкой, вот так вот. Это все, конечно, хорошо и здорово, но на самом деле это используется достаточно редко. То есть это где-то экзотика, хотя она есть. Поэтому возникает вопрос, как все эти данные хранить, чтобы не хранить то, чего не нужно. Я поступил следующим образом. Я не стал все эти поля объединять в одну структуру. Короче говоря, у меня в памяти отдельно массив жизнь, вот так вот для всех частиц. Отдельно размер, отдельно вес там и так далее. Что я делаю дальше? Например, я просто смотрю на графики, что вы с ними делаете. Я вижу, например, что график веса, он константный, он равен нулю. То есть вы его практически не используете. Я просто беру массив веса и убиваю его. И просто больше этим вопросом не интересуюсь и не анализирую этот вес после этого. То есть я выбираю только те поля, которые используются и влияют, собственно, на спецэффект. На экране вы не видите никогда сами частицы. Вы видите текстуры, которые накладываются на эти частицы. В основном текстуры состоят из одного кадра обычно. Вот несколько примеров. Я просто для наглядности покажу, как это выглядит. Вот такие спецэффекты. Вообще, вот эти спецэффекты, они у меня находятся в составе программы. Там в трехмерной версии их больше 100 штук. Вы можете просто скачать и посмотреть. Если вам какие-то не нравятся, можете их поправить по собственному желанию. Я ничего против не имею. Ну, то есть как бы вот это так примерно выглядит. Теперь бывают более интересные случаи где-то. Здесь уже текстуры состоят из нескольких кадров. Но в данном случае рыбка виляет хвостиком, как все видят. Естественно, это что-то типа спаратовой анимации. Что мы можем здесь настраивать? Во-первых, мы можем регулировать скорость, с которой эти кадры меняются. Во-вторых, есть еще такая очень полезная возможность. Мы можем для каждой частицы стартовый кадр в анимации выбирать случайным образом. Для чего это нужно? Сейчас я покажу. Вот следующий пример. Тут такой спецэффект дымок. Вот он состоит всего лишь из трех кадров текстурных. Вот я их тоже рядом нарисовал. И что у нас происходит? Для каждой частицы вот этот кадр один из трех выбирается случайно. А дальше мы скорость изменения вот этих кадров ставим ноль. И вот как он первый раз выбрался, он так и остается после этого. Поэтому мы получаем такой эффект, очень достаточно похожий на дым. Что еще здесь можно делать с текстурой? Например, мы можем переворачивать текстуру по горизонтали, по вертикали двумя способами сразу. И это можно тоже делать случайным образом для каждой частицы. Пару слов еще про текстуры. Когда вы загружаете текстуру ко мне в редактор, в Magic Particles, я ее анализирую сначала. Я пытаюсь ее оптимизировать по возможности. Вот на картинке имеется желтая рамка. Я надеюсь, что там видно на экране. Что это такое? Все, что находится за пределами этой желтой рамки, в данном случае, там текстура полностью прозрачна. Короче говоря, альфа-канал там равен нулю. Рисовать его на экране абсолютно бессмысленно. И тем более нет смысла его хранить в памяти. Эту часть я просто срезаю, ну, без вашего разрешения. Но я все стараюсь при этом подвинуть так, чтобы вы не заметили разницы. Что эта часть просто отсутствует. Вот конкретно для этой текстурки, ну, экономия площади 42%. Вот это такая простая операция. Вот следующий пример тоже. Ну, тот же самый, очень простой подход. Здесь просто много кадров в текстуре. Вот летит чайка в данном случае. Здесь экономия, ну, я, конечно, не считал площадь. Ну, в три раза точно. Вот так визуально я смотрю. А у пользователя картина не меняется на самом деле. Эта чайка как выглядела, вот так, так она и выглядит. У меня в программе еще имеется хранилище текстур. В общем-то, как и любое хранилище, оно служит цели, чтобы избегать дублирования текстур. То есть все, что попадает в хранилище, можно использовать на любом количестве частиц, и при этом оно хранится в единственном экземпляре. Но здесь, правда, конечно, хранилище выглядит не очень красиво, потому что, ну, какие-то тут мутности всякие, шарики, фонарики. А в игре это выглядит гораздо интереснее. Вот это хранилище из этой игры, практически. Вот это спецэффекты, которые как раз я вам в хранилище показывал. Что здесь является спецэффектом? На самом деле, все, что движется, кроме мышки. Вот все это сделано, ну, как я вижу, вот как раз в моей программе. Практически все анимации. Ну, вот листья летят, тут дымок, фонарик светится, вот подсказка замигала. То есть все, что движется, практически это медикпатикус, на самом деле. Что еще можно про хранилище сказать? Вообще я люблю, стараюсь экономить по возможности ресурсы компьютера. Ну, я, видимо, просто вырос на компьютерах там БК, ZX Spectrum. То есть там все надо было экономить. А сейчас можно там выпуску заловку и написать требовать 1 гигабайт. То есть я это не понимаю, ну ладно. Так вот, еще раз по поводу экономии. Есть здесь поле интересное в хранилище. Масштаб текстуры. Оно позволяет эти текстуры масштабировать прямо в хранилище. То есть вы можете выделить любую текстуру и прямо здесь ее уменьшать. Она будет масштабируется. Но при этом вы на экране видите сам спецэффект. Вы видите, что с этим происходит в это время. То есть вот это масштабирование прямо в программе, оно позволяет подогнать размер текстуры под размер ваших частиц. И здесь это сделать достаточно легко. Я еще на экран, правда, вывожу статистику по спецэффекту, и там есть поле такой эффективности текстур. И это поле, оно практически показывает, как площадь частиц отличается от площадь текстур, которые на них накладываются. Если у вас в этом поле, например, число 0,1, это означает, что у вас текстуры больше частиц в 10 раз. И вы сможете это сразу же все подкорректировать, чтобы просто так не использовать память. И пару слов я еще скажу о том, как API работает с текстурами. По техническим причинам, значит, эта тема откладывается. В общем-то, слайд был какой-то неинтересный, ни одной картинки не было. Переходим к следующей теме. Значит так, частицы излучаются эмиттером. Формы эмиттера достаточно много. Тут точка линии окружности, я не буду их перечислять, но два больших типа. Есть двумерные формы эмиттера, есть трехмерные. Ну, к слову говоря, и версии-то две тоже. Есть 2D-версия Magic Party, есть 3D. Казуальщикам 3D не нужна, по моему мнению, вообще. То есть вот все, что у меня есть, наработано, там штук 50 игр есть, я думаю, на сайте в списке, кто это использовал. Там 3D нет практически. У меня ее, конечно, покупали, но ограниченное количество раз совсем для другого. Так вот, каждая форма имеет собственные настройки уникальные по управлению формой эмиттера. Ну, вот, например, линия, она может вращаться и изменять длину. Как это выглядит? Вот линия. Вот эта красная, как бы, полоска в середине, которая крутится, это как раз и эмиттер. Я вам эмиттер рисую на сцене, чтобы вы увидели, что происходит. Потому что там куча графиков, вы начинаете ставить флажочки, и вот на сцене будет изображение, как-то, на самом деле, где происходит это излучение, чтобы вы могли это понять. Вот этот пример это показывает. Вращение как раз. Еще несколько примеров. Тоже вот, например, спецэффект типа линия. Ну, здесь просто горит огонь, ничего не вращается. Вот поинтереснее пример спецэффект типа текст. Чем он интересен? Вы можете писать текст на клавиатуре. Прямо набираете любое слово, он сразу раз его и начинает. Вот это все так будет гореть у вас. Короче говоря. И можно там шрифт выбирать, там начертания шрифта. Еще один интересный, мне кажется, пример. Это частицы генерируются по поверхности трехмерной модели. Ну, вращая я ее уже другим способом, там у меня таймлайн есть, я потом скажу про это отдельно. И поподробнее я все-таки про эту форму эмиттер еще раз расскажу. Для примера я взял такую форму квадрат. Все они настраиваются по-разному. Ну, я взял квадрат, просто как-то мне кажется, это будет проще и понятнее. Вот так схематично все это генерируется. На самом деле, что здесь главное? Есть внутренний размер, есть внешний размер. Вот они образуют вот эту рамочку. Внутри рамочки создаются частицы. Что здесь можно менять? Ну, например, можно менять, естественно, тот же самый размер. Потому что, ну, это просто графики, на самом деле. Вот так это меняется на ходу. Далее. У меня есть такая вещь, как направление излучения. Что это такое? Практически это сектор. В какую сторону частицы будут вылетать у вас из эмиттера. И это направление тоже можно менять. Вот я сокращаю сектор. Квадрат начинает свертываться по рамке. Я думаю, принцип понятен. Ну, вторую часть тоже можно перемещать, конечно, как угодно. Что еще есть? Есть такая вещь, как дискретизация. Я это так называю. Короче говоря, весь сектор, который вы определили, он делится на определенное количество отрезков. В данном случае дискретизация равна 7. У нас 7 отрезков. И только по ним происходит это самое излучение частиц. Ну, тут не очень, конечно, симпатично выглядит. Но вот сейчас я интересный пример приведу. Вообще дискретизацию очень хорошо можно использовать. Просто у меня нет времени про это говорить. Мы можем совместить сектор и дискретизацию. Я сворачиваю сейчас сектора. Соответственно, дискретизаторы сразу тоже смещаются. Получается вот такое. Я не знаю, как это словами описать. Но нечто, мне кажется, такое интересное. Далее. И насчет 3D немножко. Один пример. Я думаю, что мало кто может предположить, что это на самом деле обычный куб. Это куб, который просто параметрически настроен у меня в программе. То есть у него снизу вырезана воронка, сверху вырезана воронка, и он еще четырьмя дискретизаторами разрезан вот на такие плоскости. Вот примерно так это выглядит. И еще один пример форм-эмиттера. Но я просто не могу про него не сказать. Дело в том, что я автор этой программы, и, в общем-то, единоличный автор, поэтому я знаю ее целиком, вообще полностью. Но я не знаю, как это работает, честное слово. Вот этот пример. Парень, который его сделал, я, конечно, могу разобраться, посмотреть, как-то в редакторе это сделал, но я не понимаю, как это генерируется. Потому что я такие возможности не закладывал, честно говоря. Разбираться мне не хочется. Вот, ну, чтобы оставить какую-то тайну для себя в этом деле. Так, с формами закончил. Значит, эмиттер, после того, как он создает частицу, он больше никак на эту частицу не влияет. Частица управляется совсем другими параметрами. И обычно эти параметры, они управляются парой графиков. Вот, вот здесь эти пары показаны. То есть график с серой иконкой. Ему соответствует график с красной иконкой. То есть серый, с красной, с серой, с красной. Они парные. Зачем это нужно? Ну, во-первых, серый график — это график инициализации. Как только частица создается, с серого графика тут же снимается цифра. Это параметр, и все. Серый график больше не участвует в жизни частицы. Потом работает красный. Красный работает по ходу жизни частицы. Вот верхний график, я не знаю, там видно или нет, вот этот красненький, это график размера. Короче говоря, если вы на этом графике рисуете вот так пилу, у вас частица начинает вести себя вот так, то больше, то меньше становиться. Ну, и так это относится ко всему. В общем-то, принцип именно такой. Там много очень разных флажочков, я просто не могу про это говорить, потому что, ну, времени нет, да и я думаю, все устанут, просто если я буду очень долго все это рассказывать. Пару слов еще про таймлайн. Таймлайн управляет эмиттером во времени, то есть он позволяет перемещать эмиттер, вращать его, масштабировать, и можно изменять прозрачность. Принцип управления, ну, можно ставить на таймлайн ключи анимации. Это принцип подобен программе Adobe After Effects. Как это выглядит? Вот, например, перемещение эмиттера. Ну, огонь просто движется по пути. Короче, рисуем любой путь. Это просто на сцене можно все гнуть мышкой, кривить и двигать, и после этого спецэффект двигается. Другой пример это вращение. Ну, просто эмиттер вращается. Ничего такого, как говорится, нет. И пару слов о том, что у меня вроде бы есть, но по моему мнению это очень редко используется. Например, у меня есть случайная генерация точек на графиках. Что это такое? Человек нажимает кнопочку, и на графике появляются случайные точки. Короче говоря, хаос. Вот. Вроде бы непонятно, зачем это нужно, но на самом деле, если вы нажмете 50 раз на эту кнопочку, вы получите такое, что человек никогда не нарисует. Вообще, ему в голову такого не придет. То есть, ну, здесь случай работает. И еще одна вещь. Центр частицы выглядит вот так. То есть, вот текстура и вот этот красный крестик в середине, это как бы пивот. И частица как раз, она вращается вокруг этого пивота. Но обычно этот пивот все оставляют в центре. Но вы ее можете сдвинуть куда хотите, у вас частица пойдет по радиусу тогда. Так, ну, я думаю, в основном я все, что хотел, сказал. Единственное, что немножко хотел бы практически показать, как это выглядит, все-таки в применении серьезных проектов. Так, я надеюсь, сейчас видео запустится. Там буквально 30 секунд. А, во, спустился. Я уже начал виноваться. Так, и не запустился. А, во, спустился. Спасибо за просмотр! Спасибо за внимание. Да, пожалуйста, вопросы. Я постараюсь максимально честно ответить. Ну, конечно, свои интересы тоже не хочется, конечно, как-то подминать. Есть в Unity похожий, в National, в Shiver 3D. Что вы скажете про конкуренты? Если честно, ничего не скажу. Я просто не пользуюсь этим продуктом. Я не знаю, что сказать. То есть не видел и все. Еще есть вопросы у кого-нибудь? Да, а сколько времени ушло на разрабатку этого IP? Если не секрет. Да и не секрет, что-то скрывать-то. Ну, вообще, вот эта версия, которую сейчас вы видите, она вышла... 2.17 была. Я 2.18 буквально неделю назад выложил 2. 2.17 вышла, по-моему, в октябре того года. А начал я, по-моему, в октябре 2006-го. 5 лет, получается. Еще вот этот год последний. Я делаю новую версию, конечно же. Вот этот год. И, конечно, я там добавляю очень много всяких возможностей новых, но не готово. Мне хотелось показать, но как бы не готово. А неоконченную работу не показывает. Поэтому я решил ограничить вот этим вот. То, что есть сейчас, то, что работает и используется. Добрый день. В чем хранить параметры патеклов? Это XML, это база, как вы там говорили. А, вы имеете в виду, каким форматом я пользуюсь? Свой формат. И этот формат, он открывается одновременно и редактором, и API. То есть им нужно пересохранять. Понятно? Да. Ну, то есть это текстовый или это все-таки какая-то видобаза? Нет, не текстовый. Бинарник? Нет. Это бинарник, да. И причем я его достаточно часто меняю. То есть там версии штук 30 уже, на самом деле, сначала. Но я сохраняю совместимость. То есть новые версии читают старый формат, естественно. Иначе меня пользователи убили бы. Если бы я так не делал. Ну, давайте поблагодарим нашего докладчика. Очень интересный, яркий доклад. Спасибо вам большое. Спасибо.